Вилла Пасте Я читаю о жизни выдающегося человека Нино Бергезе, кулинар от Бога. Представьте себе виллу, похожую на эту, начало прошлого века, 20-е годы. 11-летний садовник постоянно крутится в саду, следя за цветами. В минуты спокойствия, свободной от работы, привлекаемой ароматами кухни, он приближается к ней, заглядывает туда. Повар, который находится внутри, увидев его, говорит, давай, заходи. Перед юношей открывается новый мир. Он полностью меняет род своей деятельности. Речь идет о том времени, когда монархи, короли и другие важные персоны были очень популярны. И этот кулинар становится востребованным во многих знатных домах. Доната де Сантис. Взрыв, его звездные минуты, банкеты. Его кухню можно было сравнить с архитектурой. Она практически конкурирует со всем гламуром той эпохи. Так рождается легенда о великом королевском кулинаре. И поэтому сегодня здесь, на Виле пасты, я приготовлю эту пасту с начинкой. Большие равиоли, нинобергезе с яйцом. Так что отправляемся на кухню. И мы с вами приготовим тесто. Это первое, что нам нужно сделать. Сегодня мы используем обычную белую муку. Обычную в смысле того, что она чаще всего используется. Самую рафинированную. Мы ее просеем. У меня здесь полкило муки. И в центр мы разобьем яйца. Сколько? Приличное количество. Начнем разбивать. Я положу три целых яйца. И думаю, что добавлю еще три яичных желтка. Немного воды и соль. Мелкая соль. И я в очередной раз повторяю соль по вашему желанию, как и капля оливкового масла. Как вам больше нравится масло, делает тесто более эластичным. Смешиваем. Каким он был, этот нинобергезе? Он стал самым востребованным кулинаром на всех грандиозных событиях. И мы сегодня попытаемся заглянуть в историю через это блюдо. Сегодня его можно встретить в различных формах, в различных интерпретациях. Как вот эта, моя, о которой я вам и расскажу. Согласны? Итак, замешиваем. Красивая история Нино Бергезе. Согласна. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле каждый может вымешивать так, как хочет. Но я люблю, чтобы во время вылеживания оно расслаблялось. И когда я буду его раскатывать с помощью моей подружки... Добрый день, машинушка. Вот так. Что у нас здесь? Шпинат. Я его отправлю готовиться. Мне нужно, чтобы это происходило быстро. Вместе с ним я приготовлю начинку на основе рикотты. Разновидности такой начинки встречаются в различных блюдах. Рикотта обязательно присутствует в шкафах итальянских кухонь. Она один из тех продуктов, которые используются практически каждый день. Зажигаем. Шпинат прямо на сковороду. Безо всего. Вот так. Пусть готовится в собственном соку. Где наша ложка, чтобы помешивать этот шпинат? Так. Соль. Я положу вот эту соль из Австралии. Она розоватая. Несколько кристалликов. Это придаст нашему шпинату особый вкус. Ставим сюда. Воды мы не добавляем. Это относительно быстрое приготовление. Вот он практически и потерял весь свой объем. Вот что у нас осталось от того количества шпината, что было изначально. Выдавим оставшуюся влагу и выложим. Наш шпинат вот сюда, поверх миски. Вот так. Если хотите, можно проверить, работает ли это. Сделаем своеобразный пресс из другой миски, который поможет отжать шпинат. А теперь отправимся на задний стол, где будем смешивать рикотту с некоторыми другими продуктами. Рикотта. Вот она. Достаточно мягкая. Если бы она была комочками, ее обязательно нужно было бы пропустить через этот инструмент. Зачем ее продавливать? Нам нужна мягкая рикотта. Что самое первое мог сделать Нино Боргезе, появившись на подобной кухне? Ты заходишь, и тебе говорят, итак, раз тебе это так нравится, что ты появляешься здесь каждый день, сделай вот это. Что он мог сделать? Вероятно, что-то весьма похожее. Ну уж никак не чистка картофеля. Итак, наша рикотта. Тщательно продавленная. Отжимаем последнюю воду. Шпинат еще достаточно горячий, но не будем терять времени. Продолжим давить. Сколько жидкости выходит. Отлично, отжали. И за работу. Те, кто находятся в саду, слышат этот стук. Разве это не может привлечь внимание? Интересно, что там внутри происходит? Это логично. Тебе всего 11 лет, и Нино Боргезе решает. Я закончил с цветами, я все полил, я обрезал бугамбили. У меня есть немного времени, я хочу посмотреть, что там внутри делают. Отлично. Далее нам нужна рикотта. Начинаем с одного яйца. Немного перца. Немного мускатного ореха. Щепотку, не более. Чуть-чуть соли. Не забудьте, что мы также положили соль в шпинат, придав ему чудесный аромат и вкус. И сыр пармезан. Вот так. Этого вполне достаточно. Практически весь. Хорошо. А теперь смешивать. Похоже, понадобится еще одно яйцо. Да, еще одно. Вот так. А сейчас я нарежу цукини. Они у меня будут подготовлены, я покажу, что мы с ними сделаем. Это отставляем в сторонку. Я выбрал достаточно маленькие цукини, они уже вымыты. Почему маленькие? В них больше вкуса, в них меньше воды. Как бы то ни было, нам понадобится их внешняя сторона. Нарезаем мелкими кубиками. Сначала полосками. А затем кубиками. Отлично, в миску. Это мы используем в конце приготовления соуса. Понятно? Берем вот это, нашу начинку и идем к рабочему столу. Вот начинка. Тесто вылеживается, а здесь у нас яйца. Яйца фазана. Я их выбрал, потому что у них особый размер. Чуть позже я вам расскажу еще о Ниноборгезе, а также покажу, почему я взял именно эти яйца. Итак, машинка, паста. Отрезаем кусочек. Все это делается постепенно. Паста. Наполним наш пакет. Сегодня нам понадобится вот такой кулинарный мешок. Выложим в него начинку. Чрезмерность не приветствуется. Немного. Мне нужно, чтобы все было в порядке, чтобы было удобно работать. Выдавливаем весь воздух и откладываем. Далее раскатываем пасту. Я уже говорил, что делать это нужно постепенно, небольшими порциями, поскольку нужно уделять огромное внимание тому, что происходит с нашей пастой. Я ее сверну и проверну еще раз. Поэтому я снова расширю зазор. Тесто должно быть очень тонким, хорошо проработанным. Отлично. Отрежем кончик, чтобы получился маленький проход для начинки. Какую возьмем? Какая вам больше нравится? Металлическая или пластмассовая? Металлическая? Я так и знал. Хорошо. Сначала та сторона, что не режет. Делаем что-то типа на метке. Вот так. Да. Теперь, внимание, нужно быть очень точными. Это похоже на гнездо. Далее. Яйца. Вилла-пасты. Нам понадобится только желток. Разделяем и делаем вот так. Конечно же, стараемся, чтобы он не разрушился. Слегка растягиваем и очень аккуратно опускаем это сверху на яйцо. Подобно простыне. Снова берем форму и делаем разметку, слегка выдавливая воздух. Сильно нажимать не нужно. Просто обозначить форму на нашем тесте. Очень важно приготовление именно этой пасты. Оставляем выход для воздуха. Пусть воздух вылетает. Вот так. Отлично. И можно резать. Поскольку эта форма не круглая, нужно хорошенько надавливать, чтобы тесто прорезалось по всей линии. Готово. Убираем. Смотрите, какая красота. Нужно удостовериться, что края хорошо скреплены. И не осталось ли внутри немного воздуха. Слегка нажимаем. Вот так. Большие равиоли. Нина Бергезе. С яйцами фазана. Я это делаю для того, чтобы вытолкнуть воздух наружу. Видите, тесто практически прозрачное. Видно и начинка, и желток. Поскольку в данном блюде у нас большое количество яиц, его готовят по особым случаям. Именно таким, который обслуживал Нину Бергезе во времена своего взлета. Мы можем подать их 15 или 12. Или такие равиоли могут стать изысканной закуской. И тогда он один. И продолжить обед другой пастой двумя или тремя. Что мы выберем? Но, несомненно, подобное блюдо предназначено для банкетов или каких-нибудь важных мероприятий. Сейчас я раскатаю тесто и сделаю еще несколько штук, а затем мы займемся соусом. Итак, несколько штук у нас есть. Пусть паста проветривается на свежем воздухе, а мы приготовим осветленное масло. Как это делается? Нагреваем сливочное масло и разделяем его на три части. Верхнюю часть. Все загрязнения, пену мы удаляем, нижнюю часть. Пахту мы тоже убираем и будем использовать срединную часть сливочного масла. Минимальный огонь и пусть очень медленно растапливается. Можно на водяной бане, это еще лучше. Что у нас тут? Помните, что у нас есть цукини? И что мы нарезали их кубиками. Выложим их на сковороду. Их можно готовить вместе с пастой. Но я сейчас покажу вам один прием. Что мы сделаем? Мы зажжем конфорку. И проварим их в небольшом количестве воды. Совсем немного, до тех пор, пока в процессе варки не выпарится вся вода. Немного воды. Чуть-чуть. И пусть себе готовятся. Вот в этой водице. Отлично, здорово. Я в восторге. Добавлю немного соли. Практически готово. Осталось несколько минут. Нино Бергезе. А что дальше случилось с Нино Бергезе? После того, как он много работал во многих местах и для многих людей, прошли годы, исчезли монархи. Речь идет о 40-х, 50-х годах, когда не осталось практически ни одной монархии. Королей больше нет. Да и кухня переживает спад, и Нина уходит, уезжает в один из районов Италии и открывает там свой ресторан. Его всегда восторженно приветствовали все крупные гастрономические критики, включая Луиджи Веронелли. Именно Веронелли приглашает его, побуждает его вернуться на сцену. Такая возможность предоставляется в Имоле, где работает повар, ученик Нино Бергезе, Валентино Маркотилли, который представил миру некоторые великие блюда итальянской кухни, в том числе и блюда Нино Бергезе. Одним из таких блюд было вот это, которое мы сейчас готовим в честь этого великого кулинара. Веронелли уговаривает его переехать в Имолу. Чем он там займется? Он не будет работать поваром, он станет консультантом, отцом новой команды, новых поваров. Речь идет о 70-х годах. Расцвет «Новель Кузин» – прямая конкуренция с кузенами из Франции и других частей света. Нино Бергезе начинает консультировать кулинаров. И среди блюд, отмеченных в меню ресторана, есть вот эти большие равиоли с яйцом, которые потом были названы большими равиоли Нино Бергезе. Итак, что мы делаем дальше? Мы снимаем пену. Я вам об этом говорил. Мы удаляем ее с нашего сливочного масла, которое нам нужно очистить. Итак, я снял его с огня, чтобы оно не начало поджариваться. Если немного останется, ничего страшного. Итак, Нино Бергезе снова начинают много говорить. Он очень близок к Валентину. Он оставляет особое наследство, великое наследство в виде своих блюд. И сегодня я предлагаю вам вот такую интерпретацию с этим маслом с цукини. Его мы используем в подаче нашей пасты, которую я очень скоро положу вариться в воду. Вода, которую я налила в цукини, практически вся выпарилась. И я наливаю срединную часть сливочного масла. Желтый крем, можно сказать. Чистый жир. Вот так. Немного. И я отставлю в сторону. Сейчас я выпью вина и повторю, как мы готовили эти большие равиоли Нино Бергезе с яйцом. Для наших равиоли сначала мы замесили тесто. Полкило белой рафинированной муки, тщательно просеянной. И далее я добавил три целых яйца, три яичных желтка, щепотку соли и немного воды, так, чтобы можно было получить однородное и компактное тесто, которое я оставил вылеживаться. Для начинки я взял горсть листьев свежего шпината, который приготовил просто так, безо всего. Порубил их и смешал с килограммом продавленной рикотты, солью, перцем, двумя целыми яйцами, мускатным орехом и большим количеством пармезана. Подготовил начинку, тонко раскатал тесто, подготовил гнезда из начинки, чтобы в них можно было разместить желтки яиц фазана. Закрыл это снова тестом, выдавил воздух и придал форму цветка нашим большим равиоли с помощью специального ножа для пасты. Далее соус. Предварительно нарезанные маленькими кубиками цукини я проварил в воде, затем осветлил сливочное масло. Для соуса мне нужно осветленное масло, чтобы ничего не жарилось. Отставляем в сторону. В котле кипит вода, кладем в нее соль и идем за пастой. На поддоне. Обожаю этот момент. Похоже на игрушки, в которых спрятана монетка. Вот они все свалятся, и тебя ждет награда. Последний. Отлично. Пусть поварятся пару минут, не больше. Этого достаточно. Прекрасно. Вытаскиваем пасту. Делаем это постепенно. И сразу на блюдо вместе с водой из котла. Капнем в масло и на блюдо. Смотрите, видна текстура начинки и яйца. Прекрасно. Внимание, это важно. Агашу огонь. Ломтики черных трюфелей. Вот так. Роскошное блюдо. Вкусное. Мастерское. Достойное тех событий, которые обслуживал Нино Бергезе. Теперь масло. Добавляем его в блюдо. Вот так. Теперь немного стружки. Здесь была мышь. На кухне всегда что-то жуешь. Настругаем пармезан. Немного. Финальный штрих. Апофеоз. Масло с белым трюфелем. Такое сильное, такое ароматное, как духи. Несколько капель будет достаточно. Теперь к столу пробовать. И еще кристаллики с реки Муррей из Австралии. Немного. Кристаллики соли для завершения блюда. Вот так. Во Франции был Поль Бокюс, великий наставник. Больший равиоли с яйцом фазана. В Испании Ферран Адрия. И его команда в Италии был Нино Бергезе. Король кулинаров. Кулинар королей. Кулинар от Бога. Нино, за тебя. Ура. Где бы ты ни был, насладимся вместе. Доната де Сантис. И с нами будут люди, следовавшие за нами. Приятного аппетита с виллы пасты. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО РедМедиа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok